Не собираюсь устраивать никаких скандалов и не считаю, что стою в основе какой-то специфической концепции. Но тем не менее, некоторые вводные, конечно, я скажу. Я по анонсу мероприятий Камбы хочу сказать, что, во-первых, организаторам огромное спасибо, что пригласили. Пермский край – загадочный регион, на мой взгляд, в том плане, что у нас есть потрясающие культурно-исторические ресурсы практически всемирного значения, коим, в общем-то, звериный стиль является без сомнения. Но, как известно, вы знаете, Пермский край знают обычно как реальных пацанов, там, упавший Боинг и так далее. Это всегда очень грустно. И здесь есть определенная загадка, почему такое величайшее явление в культурном смысле, я думаю, никто с этим спорить не будет, не продвинута у нас за границей. Поэтому я считаю, что я в меру возможностей выступаю своеобразным популяризатором. Хочу со своими коллегами, о которых я скажу в исследовании, это вот профессор Чайковский из Горного института и Виктор Антонович Акимов из кафедры биоценологии и охраны природы Пермского государственного национально-исследовательского университета. Смей сегодня за них отдуваться, в том числе, но хочу сказать, что еще раз, я за сотрудничество, я вижу здесь уважаемых историков, в первом ряду книги, которых и статьи я практически все простудировал, с удовольствием читаю, слежу, поэтому очень приятно видеть таких серьезных критиков. Но на самом деле я не скажу сегодня чего-то такого уж особенного, хотя узкие специалисты, наверное, что-то для себя возьмут. С чего все началось? Ну, не помню, когда я начал интересоваться звериным стилем, наверное, каждый пермяк должен это делать в меру своих возможностей, знать, так сказать, наше историческое, прошлое. Основное мое образование географическое. Здесь, конечно, есть такой момент, маленькая такая обида. Может быть, это правильно, но мне кажется, я так по-доброму говорю, что историки давным-давно узурпировали гносеологически тематику звериного стиля, ну и всем остальным, значит, бьют по губам, по рукам. Вот, значит, я несколько с этим не согласен, поскольку, ну, в частности, я как географ по первому образованию сейчас работаю в Институте культуры, заведую кафедрой туризма и в основном, конечно, звериный стиль рассказываю студентам для популяризации этого явления, как туристский ресурс. Но хочу сказать, что считаю, что каждый, кто может и хочет, имеет право интересоваться, в том числе посещать музейные коллекции. Если кто не знал, то доступ по специальному заявлению практически открыт каждому. Второй момент заключается, что был в моей жизни этап металлургического, металловедческого образования, и после обычного популярного знакомства с звериным стилем, меня заинтересовала мысль того, как он был изготовлен. Естественно, не для прикладных целей, не для изготовления сувениров, там, копий, подделок, о которых мы еще поговорим, а всего-навсего для того, чтобы понять, как могла осуществляться эта древняя технология. Ну, здесь базовой книгой для меня стала книга господина Миносяна из Эрмитажа, ну, одного из известных специалистов, в общем-то, по металлопластике раннего Средневековья и, ну, более ранней эпохи, который, в общем-то, тоже сетует на то, что существуют определенные клише, когда люди, ну, в меру, так сказать, своих возможностей, образования или, что называется, мыслей, пытаются создать некие парадигмы того, как это было сделано. Естественно, это вызывает со временем улыбку любого металловеда. Не все так просто со звериным стилем, но уже в преддверии презентации хочется еще сказать, что частенько, в том числе со стороны историков, нам на протяжении вот этих двух исследований говорили буквально следующее. Что вы делаете? Зачем? Говорится это с недовольством. А недовольство заключается в том, что, во-первых, это прерогатива историков, руки прочь. Второе. Вы собираетесь своими исследованиями протестовать вещи, которые опубликованы в литературе там. Ну, напомню, что звериный стиль как минимум изучается уже 250 лет. Вот. А многие вещи, которые считаются классическими, изложенными в литературе, нашими уважаемыми историками, вот, они говорят, вы что, собираетесь все это как бы сломать? То есть, вы что себе позволяете? Вообще, кто вы такой? Ну, и, наконец, еще один момент, который, ну, связан с тем, что, когда речь дошла до исследования, как многие считают, я согласен, самых красивых предметов звериного стиля, которые хранятся в Черненском краеведческом музее. И, кстати, вот, если будут вопросы, директор музея приехала меня поддержать. Анна Александровна Батагова взяла кулечек под мои косточки, если что, значит, сожрут. Да, да, да. Да, да, да. И вот у меня были очень большие сомнения по поводу этих предметов. Я интригу сохраню почти до конца презентации, но мне говорили, даже Анна Александровна, дескать, с ума сошел. Вот сейчас ты докажешь, например, что это подделки. А мысль до исследования была у меня именно такая. Причем, ну, историки согласятся, что это очень нетипичные предметы. Но их можно отнести к так называемому тимшерскому типу. Они крупные, значит, но подобных повторений как бы нигде не встречается. То есть у них даже нетипичный размер для звериного стиля, тем более, что все годы, пока это во мне вызревало, я так близко подходил к стеклу, за которым они хранятся, всматривался, и мне не нравилось, что в складках этих предметов находится какое-то белое вещество. У меня были смутные сомнения, что это алибастер. А как известно, древние металлурги с алибастером были незнакомы и в него не лили. Ну, забегая чуть вперед, хочу сказать, что как раз с этими предметами связана главная интрига, наверное, на сегодня, потому что предыдущие исследования накоплены, опубликованы в двух ВАКовских статьях. Ну, ученые знают, что такое ВАК, то есть это и рецензии, и все остальное. Один в журнале «Геология» совместно с профессором Чайковским в первом номере за прошлый год на геологическом факультете, а второй вот на географическом, тоже вот в географическом вестнике. Ну что, вот преамбула была, давайте начнем. Пойдем от общего и простого, пойдем к сложному. Итак, ну, для начала конкретно, чем мы занимаемся, какие два направления будут озвучены. Первое направление я назвал, естественно, неустойчивый термин, еще биоэтнографическое. С него и начнем, но в упрощенном понимании суть в чем. Книги историков популярные, научно-популярные, пестрят повторяющимися терминами в названии предметов звериного стиля. Я понимаю, что отцов, мэтров, основателей опровергать нельзя, мы, географы, точно так же поступаем. Но вот этот термин неких ящеров, например, в частности, кочует из исследования в исследование. Естественно, что историки когда-то определили это простым, примитивным, ну, примитивный не значит плохой, сравнительно описательный метод. И, как говорится, что увидели, так и назвали. Ну, а потом, как мне говорят, так ведь это же хорошо, пускай там будут драконы, значит, человек-колоси, не надо это портить, вот эту мифическую такую туманность. А я и не собираюсь это портить, просто меня, как любого ученого, интересует материалист, интересует истина. То есть с этого и начнем. Давайте видеть в предметах только то, что можно увидеть для начала. Ну, а вот второе исследование более сложное, это вот с господином Ченьковским, доктором геолого-минералогических наук. Там уже приборный, ну, по сути, криминалистический метод исследования, который, в общем-то, на многие вещи как бы открыл глаза. Ну, начнем с биогеографического направления. Там много слайдов. Я где-то треть доклада уделю во мнении. Значит, наша гипотеза достаточно простая. То есть мы считаем, что древний автор был в определенном смысле восхищен разнообразием биоты, которая его окружала. Я хочу сказать, слышал последний вопрос здесь по поводу климата. Значит, без сомнения, вот наш таежный прикамский уголок был своеобразной эко-нишей, в которой даже для раннего Средневековья, ну, скажем, взять булгар, например, со Средней Волги, взять, например, даже скандинавских викингов, кое здесь могли бывать. Это разнообразие, нетронутость природы была настолько потрясающей, что, как говорят охотники в наши дни, рябчики настолько обнаглели, что садятся на ствол ружья. Кто занимается, тот знает. Я думаю, что богатство природного этого мира было столь потрясающим и столь удивительным для самих авторов звериного стиля, что в первую очередь, и мы на этом настаиваем, там изображены промысловое животное, в меньшей степени, вот, например, знаменитые изображения, по-разному называть, ячменный бог, человек с колоссиями и так далее. То есть уже вот зачатки земледелия изображены. Вот такова эта гипотеза, она проста. Да, есть у нас еще антропологические моменты. Значит, мы считаем, что то, что популяризируется в книгах, ну, из современников Георгий Николаевич Чагин это начал, вот у меня даже специально отсканированы из его книги черденские клады его формулировки, где вот он говорит про богинь. Я опять про черденские предметы. Мы с гендерным определением категорически не согласны. Это, конечно, детали, но тем не менее. То есть если есть этнографические методы и даже фотографии, то давайте будем, как говорится, опираться на факты, а не фантазировать. Хотя я считаю, что в популярной литературе, там Бориса Эренбурга и так далее, это прекрасно, когда пусть даже с моментом мистики, мифологизации, легендирования, сам этим занимаюсь для целей туризма, это хорошо. Думаю, что вообще можно писать все, что угодно, но только давайте заранее договоримся, что в этом случае это популяризация, и каждый там может видеть все, что угодно. Вы ни за что не поверите, когда я часто выступаю в роли персонального экскурсовода для разных товарищей из Министерства культуры, которые приезжают в институт. Мы просто покупаем билеты в черденские краеведческие музеи, и я вожу людей, рассказываю в меру своих способностей о том же зверином стиле. И одна дама, работающая в Министерстве культуры, представьте себе, я ей рассказывал, объяснял, показывал и так далее. Она смотрела, смотрела и говорит, вы знаете, я считаю, что это инопланетяне, показываю предметы зверином стиле. Я хотел бы, чтобы вы в таком ключе мне рассказали. Ну вот хоть стой, хоть падай, понимаете? Точно так же, как бывает, повезешь туристов в каменный город, и в меру своих знаний по геологии, геоморфологии, гидрологии, я рассказываю, как сформировался каменный город, что русло Дивонской реки вздыбило движением Уральских гор, разорвало на эти отдельные горсты. Рассказываешь, рассказываешь. Конечно, не забудешь мифы и легенды, но в конце концов человек с высшим образованием подходит и говорит, нет, я считаю, что это дело рук потусторонних сил и так далее. Поэтому я здесь, в биогеографическом исследовании, конечно, Виктор Антонович вам бы лучше рассказал. Почему? Потому что он охотник, охотовед, все время не вылезает из вишерского заповедника. Я тоже, как охотник, немножечко хочу вам сказать, что когда я впервые подумал о зверином стиле именно в этом плане, я понял, что не то, чтобы многие вещи надо менять или опровергать, но просто, когда сейчас дойдем, изображен бобр, но не надо писать про дракона, ну зачем? И мне говорят, ну все, ты все испортил. Я говорю, нет, почему? Если считать, что на предметах звериного стиля изображено именно, как сейчас принято говорить, биосферное восприятие окружающего мира, такое было подобное словами Льва Гумилева, у индейцев силу, вообще у индейцев. Не случайно тех же манси часто называют пермским индейцем? Так это же, товарищи, прекрасно. Это значит, что можно говорить о новом концептуальном виде, что в меру своих возможностей и способностей древний человек понимал все эти природные взаимосвязи. По-моему, ничего здесь я не испортил, не изменил там, не ухудшил там и прочее. Я уже сказал, и чуть позже я постараюсь вам это доказать, изображены вовсе не богини, а изображены мужчины, и я думаю, что это манси. Кстати, забегая вперед, не знаю, Борис подошел в Оренбург или нет, но хочу сказать, что в результате уже другого вот металлографического исследования мы открыли интересную вещь, касательно этих богинь, из которых, в общем-то, нет лжи без правды. Я думаю, что если он подойдет, вот под конец мероприятия ему будет интересно. Значит, как я уже сказал, метод основной сравнительно-описательный. Ну, давайте начнем. Ну, значит, как только не называют эти предметы, я не буду ссылаться на эту книгу, кто их так назвал, но многие говорят, ну это же вот действительно осенбург, это же вот он, собака-головый, вот это вот звероподобное существо. Спорить пока не буду, но когда я говорю, почему собака-то, мне говорят, так вот, посмотрите, вот зубы. Ну, к части сказать, утка, кто знает, и даже домашняя, необычайно сварливая птица, ей может и клюнуть там, и шуму, гамма от нее очень много. Забегая вперед скажу, что я предложу версию возможного вот этого элемента, без которого, простите, перед нами будет только утка. И больше ничего. В чем дело, пока пару слов, а без этого отливка у вас не получится, без этого элемента, не получится и все. Поэтому утка, что это за предметы такие прониски, это очень интересно. Мне приходилось видеть прониску с изображением соболя даже, но хочу вам сразу же сказать, что у нас пока версия с Виктором Антоновичем одна. То есть, вот представьтесь, если мы продеваем туда, ну, предположим, кожаный какой-то ремешок или веревочку, и носим, тогда эта птица висит как? На боку, что ли? В общем, у нас есть пока только версия, которую можно обсмеять, конечно, мы не спорим. Мы считаем, что, вероятно, это мог быть манок. То есть, если туда вставить расщепленную палочку, то, в принципе, если кто-то видел свистульку на рябчика, она очень смешная, она маленькая, иногда ее режут просто из медной трубочки, какие-то молотком стукнут, где-то просверлят, и получается очень точная, так сказать. Но повторяю, что это гипотеза, и я, в общем, этого не утверждаю, я все, как остальные, просто хочу понять, что это такое может быть. Почему? Вот именно, и зачем нужно это полое отверстие? Значит, древко стрелы туда не войдет, слишком маленький диаметр, ну, в общем, остается размышлять, что или ничего. Ну, вот, в книге этого же автора это животное называется лосем. Не согласен. Вот не буду спорить, кто это, но могу сказать, что, скажем, на соболя это похоже больше, чем на лося. Ну, правда? Согласны? Вот этот потрясающий изгиб спинки вообще у отряда там соболиных и так далее. Приходится удивляться, конечно, как древние металлурги замечали всю эту экспрессию животного мира, вот эти детали. Поэтому, я считаю, надо садиться историком вместе с биологами, экологами, охотоведами и рассуждать, ну, все-таки, на какого зверя это больше похоже, тем более, что некоторые детали просто с очевидностью выдают, что это такое. Вот. Видите, тут уже у этого же автора эта же фигурка практически похоже стала конем. Ну, как-то, знаете, если мы занимаемся популяризацией, то в каком-то, может, одном таком общем ключе. Один научный, второй, наверное, значит, научно-популярный. Значит, об этом предмете у нас сегодня с вами будет разговор, может быть, для кого-то не очень приятный, вот, но интересный. Значит, в некоторой литературе это всадник, а в других книгах это всадница. Откуда взялись такие гендерные размышления, если, ну, тем, кто фантазирует по этому поводу интереснее видеть женщину, возможно. А потом, раньше был только лось, видите, но это же явно, ребята, хвост. Вот, достаточно обширный. Морда, согласен, вот она, больше похожа на лосиную. Причем, моя тоже гипотеза заключается в том, что здесь пытаются изобразить какой-то миф. Именно миф. У Чагина в книге тоже «Чердинские клады» есть булгарское маленькое блюдечко, пробитое гвоздем, поскольку, как он утверждает, он местных выпросил просто со столба, прибито было. Вещь явно булгарская по металлографии, по исполнению. Правда, мы ее не исследовали, она есть в Черновском краеведческом музее. Там тоже человек сидит, ну, скажем, на коне, перед ним опять летит какая-то птица, и сзади тоже есть звероподобное существо. Мне кажется, что, если хотите, это своеобразная анимация в металле. То есть, это какой-то повторяющийся миф. Второй, кстати, повторяется, вот если брать так называемого дьявола трехголового, которого так называют сотрудники Черновского музея за глаза, и те же богини, вот где три головы, уже более нового типа, мне кажется, здесь тоже есть какая-то параллель о каком-то мифе. Но если хотите, как у Шомер есть миф о Гильгамеше, то тут что-то тоже такое повторяюще. Ну, с этим можно спорить. Здесь я повторяю, используя только сравнительно писательный метод, это я так вижу. Вы можете видеть по-другому. Но что я заранее скажу, тоже для интриги. Значит, эта вещь хранится в Пермском краеведческом музее. Вторая подобная вещь хранится в Черновском краеведческом музее. Обратите внимание на две детали. Вот здесь есть две такие выемки, если хотите литейный брак. И вот здесь, вот в этом месте есть тоже отчетливый такой элемент недолив. Видите? Он четко фиксируется. Нам это тоже с вами дальше понадобится. Вот для этой вещи. Ну, вот то, что вот это конь, я готов согласиться. Правда? Даже с такими, знаете, линиями, как в мясном магазине, да? Где какая часть, куда идет. То, что это медведь, я, пожалуй, тоже готов согласиться. здесь вот, в общем-то, автор был достаточно четким. Вот этот момент меня очень раздражает, дорогие товарищи. Посмотрите, пожалуйста, на этот лопатовидный хвост. лопатовидный хвост. это бобр. Бобр это, значит, пушной промысел. А рыба, ну, как вы понимаете, это трофическая цепочка, питание и так далее. Автор подметил, вот, бобр очень интересное, кстати, животное. Древние запросто могли думать, что они тоже одухотворены, потому что мне рассказывали, например, в музее Перм-36 такую историю. Представляешь, говорит, у нас, говорит, там, за пределами музея бобры обнаглели, значит, валят лес, запруживают речку, начинает подтапливаться территория музея. Мы, говорит, туда отправили рабочих с трактором, рабочие, говорит, все это разгребли. И, говорит, представь мне с таким удивлением, на следующий день все было восстановлено. Об обрах люди 21 века говорят о неком лесном наглом этносе, который, ну, блин, мешает работать в музее Перм-36. Это еще не окончание истории. На следующий день послали снова бригаду. Значит, бригада в размышлениях, что делать. Если бы мне это не рассказали, я бы не поверил. Бобр выходит из воды к этой толпе мужиков на задних лапах и несет с собой вот охапку веточек. И вот так идет на задних лапах, опираясь на хвост в их сторону. Наверное, многие бы удивились и не побежали, потому что травоядное же. Что надо, что пришел? Давай поговорим. Бобр подходит к человеку в упор, причем выбрал бригадира и, недолго думая, хватанул ему за икру так, что прокусил ее насквозь до крови. Мужику пришлось уколы ставить и так далее. Ну, от бешенства и так далее. Мужики в рассыпную говорят, мы туда не пойдем, там эти. Понимаете? То, что древние могли воспринимать всех животных как одухотворенных, примечать какие-то циклы, которые они трактовали по-своему, я не отрицаю. Но передо мной трофическая цепочка, причем полезная и для участия человека. Почему нет? Ну, вот, товарищи, ну, вот, видите, это же опять бобр. Видите, богиня на ящере. Может быть, тот, кто так ее впервые назвал, я уж не буду говорить, кто, может быть, вот эти вещи были приняты за какие-то, простите, гендерные аспекты. Я с этим не согласен. На мой взгляд, это стилизованные подвески. Вот опять трехголовая фигура. То, что здесь три мира, возможно, я не спорю, то есть верхний, нижний, там и так далее. Вот. Меня часто за авторство книги-легенд обвиняют в разных сказках и побосенках, хотя я историкам хочу очень коротко ответить. Переверните книгу на фразацию. Там написано литературно-художественное издание. Это мой образ, восприятие Пермского края. Не более. Если вы, уважаемые историки, заделались в литературной критике, ну извините, понимаете, вот читаю у Георгия Николаевича Чердинские клады. На третьей бляхе из этой группы богини находятся в окружении животных, движущихся по ее ногам, птиц, соединяющих голову богини или к солнцу. Под ногами богини ящеры. По боковым сторонам, приготовьтесь, потоки рек Вселенной изображены в виде полос со змеиными головами, находящиеся под ликами солнца. Красиво написано, но я хочу сказать, что давайте думать так, если вы отливаете этот предмет. Вообще-то, без вот этих вот соединительных элементов у вас просто отливка не получится, она распадется. Я здесь опять вижу биосферные нити взаимосвязи, то есть понимание трофических мер. Кстати, если эти предметы настоящие, сохраняя интригу, то тут в общем-то наглый антропоцентризм. То есть максимальный объем изображения придается человеку и антропоморфной фигуре. Знаете, я подозреваю, что самопознание и мировоззрение мира древних было не таким. На значит человеко-лосях, отдельных отливках, человеко-лось тоже большой, но он ведь зооморфный, то есть голова-то-лосиная, не человеческая. Это веки в девятнадцатом, потому что они не типичны для звериного стиля и забегая вперед скажу, это не звериный стиль. Простите, если вот всю гносилогическую верхушку я уничтожу. Ну, чуть позже доказательства и все остальное. Человек в центре модели, он давлеет над этим миром, он его предопределяет, но на мой взгляд здесь изображен реальный этнос, который жил и живет на территории Прикамья. Кстати, если говорить о Манси, то у Манси, я думаю, с этим историки не будут этнографы спорить, патриархат, даже сейчас. Но расскажите мне, в какую-то историческую эпоху и по каким причинам у Манси был Матриархат, если это богиня. И что привело к тому, что со временем Матриархат перешел в патриархат. Кстати, чистой воды архаика и сейчас наблюдается у Манси и на северной Сосьве за Уралом. Вот. Ну, двинемся дальше. То есть, итак, бобр, смотрите, кстати, характерные бобриные зубы, здоровые. Вы согласны? Значит, богиня на двухголовом медведя. то, что опять это богиня, я сильно сомневаюсь. Очевидно, здесь нет никаких подвесок, но здесь есть вот такие вещи, длинные волосы. Я просто пока это скажу, а все остальное, я не знаю, как вы здесь видите женщину, на мой взгляд, это явный такой костюм северного жителя, штаны и так далее, сшитые, ну, в настоящем-то виде, здесь-то этого, конечно, не видно, только по отдельным швам, скажем так, что это, ну, если хотите, штаны из лосиной шкуры, ой, из оленей, простите, и куртка соответствующая. Значит, ну, это копия охотничьих календарей, но если даже в Сыктывкаре говорят, что это вот охотничий календарь, то почему сразу же в названии животных мы забыли о том, что древние-то охотились активно и, в общем-то, видели в этом свое благосостояние, процветание и все остальное. здесь я уже не очень справлюсь без Виктора Антоновича, но я скажу, что в каждом таком изображении, я вот просто перелистываю, он выделяет чуть ли не каждый вид птиц. Исследование еще в самом начале, но тем не менее он говорит, что ну, можно где-то видеть отряд совиных там, где-то можно видеть истребиных и так далее. Ну вот, птицевидный идол, ну, вообще-то это филин, можно опять с этим спорить. Человекоподобная личина это интересно и бесспорно, но в нашем исследовании мы не размышляли по этому поводу. Вы знаете, тоже много раз приходилось видеть, как в дикой природе ведут себя такая птица, как глухарь, например, которая во время такования настолько зашкалена, видимо, гормонами, что она может на охотника даже нападать. Представьте себе, вот, как тут не подумаешь, что дух какой-то живет в таких вот существах. Вот, ну, тут ближе к отряду, конечно, истребиных там и так далее. Вот, тут опять ближе совы и все прочее. Здесь у меня нет особых претензий, как историки это, да и вообще нет претензий, просто как это трактовали, но тем не менее, вот опять смотрите, вот эти вот перемычки и вот здесь вот крылатый пес, но тут самый символ уже непосредственно. Вот это очень экспрессивная вещь, на мой взгляд, да, правда, когда у птицы человекоподобная личина, считаю, что один из самых потрясающих таких вот предметов звериного стиля, но тут, видите, вот пишут орел, лебедь, утка и делают это достаточно четко, хотя, в общем-то, я бы поспорил, вот это, скорее всего, отрядки деревьевных, правда, на глухаря очень похоже, кто вот охотник, видел хоть раз птицу в природе, а вот это больше на рябчика смахивает, вот, то, что вот это лудка, я не спорю, тут точно у историков написано лебедь. В общем, я думаю, что это хороший задел, в первую очередь для биогеографов, я таковым не являюсь, есть, я считаю, интересные поводы для размышления в материалистическом плане, то есть, что изображено, вот тоже очень экспрессивная вещь, жалко потерялась голова, но даже по хвосту и мощным лапам можно определить, что это вот какой-то ястреб, там, орел и прочее, прочее, прочее. Такой даже в каком-то смысле восточный мотив какой-то, там, где эти птицы водятся, но, кстати, и у нас они водятся тоже. Вот, об этой вещи, значит, это, так называемая бляха с изображением шести голов медведей, это типичный предмет, так называемый медведи в жертвенной позе, забегая вперед, хочу сказать, то, что мы в культурологическом плане сделали символом пермского звериного стиля медведь в жертвенной позе, таковым не является. Но это так, между нами. Почему? Потому что это сибирский звериный стиль по металлографической структуре, ну, в КНУ найдена такая была бляшка и так далее, но он сибирский, он никак не пермский. Я пока не занимаюсь тем, что мы не соотносим пока сплавы и составы с конкретными культурами, хотя иногда у нас это звучит, но хочу сказать, что все-таки это сибиро-алтайский стиль, в большей степени, это классическая алтайская бронза, и к нам они попали либо, ну, меновая торговля, либо этнические какие-то контакты, вторжения и прочее. Вот, в этом плане размышлять можно. Кстати, повторяю, мы не собираемся готовить какое-то открытие или скандал, наоборот, пожалуй, то, что историки, в том числе присутствующие здесь, вполне верно говорят о том, что Пермский край это тигль народов, я думаю, что мы подошли только к тому, чтобы доказать то, что они правы, но уже не на основе археологических данных, а вот криминалистических с одной стороны, я думаю, к 2050 году нам поможет генетика понять, кто мы, откуда, те костные останки, которые находятся при раскопах, но правда, эти исследования крайне дороги, и я думаю, что они не являются целью прямо археологических исследований, найти зуб, отправить на исследование, на радиоуглеродный метод, там и прочее, но я думаю, что это впереди, и генетика, конечно, это уже, это молекулы, простите, и это то, что спорить нельзя, поэтому от некоторых концепций кому-то придется, к сожалению, расстаться. Ну вот, здесь, на мой взгляд, опять изображены не очень удачно бобры, или бобровые шкурки, если хотите, вот, опять не какие-то ящеры, но видите, хвост, вот на этот момент хочется обратить внимание, вот все время ящер, ящер, значит, есть черно-белые снимки конца 19-го, начала 20-го века, когда пермские купцы и рыбаки сидят на гигантских рыбинах, пойманных верхом, я напомню, с точки зрения природы, что вообще зарегулированность стока Волга-Камья каскадом ГЭС это необычайный урон, не только для природы, но это по нашей тематике затопление, тут, я думаю, профессор Белавин согласится, гигантского количества археологических стоянок, которые были на берегу той Камы, которая сейчас в разы выше, особенно на территориях водохранилища, это, знаете, так, это фантастика, конечно, размышления, но если бы ГЭС не стало, я думаю, историки бы знали, куда пойти, и их бы ждали там очень большие открытия, потому что торговые связи, в том числе и между булгарами, и местными населениями осуществляли, в прибрежной зоне, я думаю, что лес для одних был открытием, а для других просто пугало, чтобы соваться туда в чащу, где стоят идолы, и где вас просто могут съесть, так утрирую, конечно, так вот, ну, почитайте Астафьева, царь рыба, понимаете, значит, осетровые породы рыб водились, это с очевидностью известно, даже, вот, у купцов-пароходчиков написано, осетровые породы рыб ловили прямо на Перми 1, представьте себе, с причала, а уж когда в ход шли сети, и так далее, мне приходилось видеть, как стоят таймени на вишере, это, ребята, бревна, это настоящее бревна, и выловить такую рыбу большая удача, справиться с ней большая удача, и, в общем-то, слушайте, ну, таймень, как и хариус, и так далее, это несколько предыдущий тип к современной рыбе вообще, которая нам известна, да, просто смешную фразу, во время сплава в повишере часто спрашиваем местных, рыба есть? Ответ, окунь есть, щука есть, рыбы нет, потому что хариус и таймень, это рыба, понимаете, с большой буквы, у них и кости по-другому, и вкус другой, и все другое, а то, что мы знаем сейчас, причем во многих там лешеобразных, и гельминтоза очень много, там и прочее, 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 соображают люди, где рыба, а где не рыба, так вот, я считаю, это рыба, причем здесь я лично, вот, вместе с Виктором Антоновичем вижу осетровую породу, во всяком случае, по голове, наросты такие там идут, видите, вот в самом начале, вот, в общем, просто у древних авторов не очень-то хорошо, видимо, это получилось изобразить, но я считаю, что рыба, это товарищи, и все тут, конечно, мой метод точно такой же, как и у историков, можно спорить, что каждый видит по-своему, ну, вот, просто версия, тогда, значит, ну, я что-то перелистываю, вот еще одна интересная прониска, с весьма непонятным животным, но можно тут подумать, поработать, причем, одно поедает другое, такая экспрессивная картинка, видите, ой, перелистнул, справа, кто-то более, перелистнется назад, нет, справа, кто-то более крупный, поедает того, кто мельче, вот, ну, вот, как-то так, значит, можно видеть джаб, я так думаю, без проблем, но вот опять, видите, бобер на рыбе, в общем, я особенно вас этим не мучаю, вот, многие пишут, например, фигурка, бляха, человека 8, на ящере, и длинный рыбой, видите, вот тут рыба, слава богу, знаете, я бы назвал, например, вот как, эту картинку, это рыбный пир, то есть, местным архаикам досталась рыба, одна, вторая, слушайте, пировать действительно можно было достаточно много, то есть, на мой взгляд, сцена такая, немножко вакханалии, такой, с пожиранием, вот рыбы, и прочее, то же самое, похоже очень, тоже на рыбный пир, но я думаю, что так, здесь вот эта рыба, вот это люди, а вот это лосиные головы, но как, да, возможно, это маски, шаманизм какой-то, возможно, значит, литейщик просто не очень четко все нарисовал, но изначально в форме, то есть, вот где заканчивается человек, и вот где начинается лось, но не факт, что здесь опять не какая-то промысловая охотничья схема изображена, вот эту фигурку, кстати, я бы с удовольствием исследовал на металлографе, она мне не нравится, она мне кажется по литейной технике какой-то современной, в общем, вещь смотрится как-то по-современному, вот так, но пока не исследуем, не скажем по большому счету, вот она более крупна, посмотрите, опять ящер, но в ящере внутри рыбки, то есть, либо это хищная рыба, которая пожирает, например, щука, известно там заглотыши и так далее, либо здесь изображены мальки, но опять это какая-то биогеографическая картинка, над которой можно размышлять, повторяю, что можно спорить, в первой части исследования нас можно сравнять с землей, так же как любого фантазера по этому поводу, тут мы не отрицаем, вот, ну вот эти ажурные бляхи там и прочее, согласен, что красивые предметы, но опять, почему они повторяются, ну вот, вот возможно, когда человек не был хозяином в лесу, он был только на вершине трофической цепочки, но он об этом не знал, и давление биоты было столь велико, что, ну, лоси им казалось, наверное, рождают друг друга изо рта, то есть, следом, друг за другом, но, я вам так скажу, мне только однажды, удалось встретиться с лосем, скажем так, морда к носу, в лесу, у меня не было на него лицензии, но я бы и не выстрелил, вот эти большие черные мутные глаза с поволокой, он молча на меня стоял, смотрел, было метров пять до нас друг до друга, вот, это была ситуация, в которой, ну, поверишь в то, что в этих животных души-то точно живут, да, я думаю, что это архаичное восприятие вполне могло, ну, как-то использовать, соответственно, ну, я здесь все проматываю, потому что все это типично, я надеюсь, вы поняли, как бы, смысл концепции, вот опять, здесь у нас уже гендерная основа сменилась, появилась всадница, опять, это по каким-то таким признакам антропологическим это было определено, кстати, это тот же самый предмет, который я вам показывал, посмотрите, у него очень четкие контуры, у него вот здесь вот дефект, и вот здесь не очень видно из-за цвета, но этот предмет хранится в Пермском краеведческом музее. Ну, тут тоже по антропоморфным видам тоже, я думаю, специалисты могут поразмышлять, в общем-то, манси, это безусловно азиатский субстрат, я думаю, что это тоже написано историками, эти азиатские этногенетические вливания, проходят в Западной Прикамье, при Дурале проходили периодически, я думаю, что с этим не стоит спорить, это все так, но здесь, в общем-то, глаза хотя бы, хотя может, это всего-навсего стилистика, не выказывают азиатский субстрат вот в этом лице. Да, а где-то вот действительно можно подумать, что есть какие-то аспекты интересные. Значит, об этих фигурах мы поговорим впереди, меня только как бы с Виктором Антоновичем тоже немножко что возмутило в данном случае, что здесь, ну, во всяком случае, у Георгия Николаевича, у него есть вот эти предметы, признанные за ракообразных. Но опять, товарищи, я лично очень уважаю Георгия Николаевича, лично знаю, но это скорее паукообразный или уж хотя бы крабообразный, но никак не рак. Ну, согласитесь, зачем говорить, что это рак, если это скорее паук или краб? Да, или клещ, кстати, тоже. Ну, давайте все называть как бы своими именами. Значит, тут стоит только обратить внимание на один момент. Об этом есть в литературе. Речь идет об одном предмете, сделанном в одной форме. То есть эти отливки повторялись, но найдено целыми только два предмета. Насколько я знаю, пусть историки поправят, если я не прав. И здесь, в предыдущей, мы наблюдаем литейный брак, о котором я скажу вам чуть позже. То есть это не случайный какой-то дефект, но зачем производить одни и те же предметы в одних и тех же формах? Это что? Мода того времени, стилизация и так далее. Но свою версию я скажу чуть позже. Значит, то, что это крылатая богиня, ну, вот, может быть, но хочу вам сказать, что стоит посмотреть современный африканский шаманизм, например, как не считать, что в тот архаичный период это действительно мог быть изображен шаман и вот в таком шаманском костюме. Я думаю, что Булгар, например, в свое время, торговые фактории, которые здесь были, я очень люблю книгу «Древняя Авкула», вот, профессора Беловиной, хочу сказать, что это вообще потрясающие вещи, которые меняют историю, потому что точно 7-8 века булгары сидели здесь, чтобы контролировать пушную торговлю. Вы скажете, что им надо было? Ребята, это простая экономика. Дело в том, что нужно знать первоисточник товара, иначе на вас нагреют руки. Так вот, булгары нагревали руки на Хазарах в свое время в Нижней Волге. Они им перепродавали просто товар. Но булгары были такими хитрецами, что им хотелось присутствовать непосредственно держать руку на пушных сделках. Я думаю, что никто с этим спорить из историков даже не будет. Поэтому, я думаю, что булгары 8 века были просто в шоке от той архаичности таежной, мансийской, которую они видели. Еще известно это и по книгам Иванова, когда покупалась лошадь черной масти на Соликамском торжище, лошадь уводилась в тайгу, ритуально поедалась. Черная мать, лошадь. Русские были в шоке от вот этих картинок вот этого в общем-то архаичного мира. Я думаю, что он напугает любого, согласитесь, если еще вас в живых оставят после этого зрелища. Вот здесь тоже, ребята, я не вижу ящера, я вижу стилизованную рыбу. И что вот это за точки, это интересный момент. Вариант первый, моя версия и Виктора Антоновича, он хотел показать, что икринки, вот эту вот развивающуюся, то есть это в металле все неподвижно, но динамика чувствуется. Либо, скажу вам, у тайменя, на животике пятна есть. То есть, возможно, что автор очень четко пытался показать ту рыбу, о которой он говорил. Вот. Значит, ну, я перематываю, мы этим предметом уделим в самом конце последнее внимание. Но вот вы знаете, что у нас в крае водится такая маленькая ящерица очень красивая, я не буду вас мучить латинскими названиями, но вы знаете, если уральские горнорабочие, видимо, не всегда до конца православные и в то же время отравленные местным язычеством, сказы божовые это показывают, видели в ней хозяйку Медной горы и возможность перевоплощения, то я не могу отрицать, что в качестве ящеров, например, могла изображаться и эта ящерица. Но тут тогда пропадает смысл трофических цепочек и охотничьих. Что с ней, не мясо, ничего, только вот красивое такое животное. Вот, теперь к вопросу о богинях. Перед вами книга «Обитатели», значит, вышедшая в 2004 году, то есть «Обит», «Западная Сибирь», книга основана на этнографических экспедициях географов в конце 19-го, начало 20-го века с первыми фотографиями. Тогда, видимо, географы дружили с историками больше, и историки географа пускали, видимо, в эту сферу. Но я все шучу, как бы, это все сарказм, не обижайтесь, пожалуйста, я просто рассуждаю. Так вот, вот тот самый обряд «Медведь в жертвенной позе». Но здесь хочется тоже сказать несколько вещей очень интересных. Значит, видите, человек в берестяной маске, скорее всего, изображающий медведя. Я согласен с версией историков и этнографов о том, что маска одевается для того, чтобы зверь, дух зверя не узнал убившего его охотника, не пришел к нему ночью, там, прикончил его и так далее. Ну, как вы знаете, если вы знаете, медведь очень хитрое животное, медведь очень продуманное животное, и тот, кто не был на платок Кваркуш в северо-востоке при Каме, в преддверии заповедника, хочу сказать, у Кваркушских медведей есть стиль. Да-да, вот если хотите. Они заходят к человеку со спины тихо-тихо. Я сам видел ружье, стволы спаянные вот так разорваны, ружье замотано вот так узлом после нападения медведя. Бывалый охотник крался с заряженными пулями два патрона 12-го калибра, такой, значит, он все едал, все видал, а медведь тихо шел сзади, и когда тот оглянулся, он даже охнуть не успел. К счастью, остался в живых, тяжело травмирован человек, но в среднем на северо-востоке при Камье бывает от одного нападения медведей в год на человека, причем вооруженного даже. Но если вы вспомните, как ведут себя уссурийские тигры, которые всегда выследят охотника, ранившего его, даже представьте себе в сельском населенном пункте и обязательно убьют его. То есть, вот запомнят и убьют. Тут можно размышлять о том, что в этих зверях действительно есть духи какие-то. Но не случайно манси считали медведя хозяином Дайгия, с этим не спорю. Кстати, хозяином, значит, при их патриархате первенство иерархическое главенство медведя никем не отрицалось, согласитесь. А не даже сейчас. Вот это праздник медведя, прощение у него прощения, обряд перед убийством, обряд после убийства и так далее. Но с чем не согласен я? А не согласен вот с чем. В Африке, например, племя Масаев при путешествии в одиночку или несколько человек идут в своих царе с деревянными копьями идут по саванне, там, где можно встретиться с хищными кошками, люди носят на затылке маски. Маски имеют прикладное значение. Зверь знает, что человек очень опасный соперник. И нападать на него, ну, как, в общем-то, и на зебру, и на бизона, надо со спины и перекусывать шею. Так вот, зверь, видя маску, ну, так же, как собаки, бросаются на машины, не понимая, что внутри сидит человек. Понимаете? Они же думают, что это что-то другое, это цельное восприятие такое, да, у животного мира. С этим не будет спорить ни один биолог. В Африке маски носят для практической цели, чтобы на вас не напали со спины. Или, может быть, не напали. Я считаю, что манси могли эти маски, выходя на охоту на медведя, носить на затылке. Ну, а потом, конечно, для анимализма, шаманизма, здесь я не отрицаю, они одевали вперед и придумывали, куда ее девать, и вот почему медведь не должен увидеть лицо человека. Я за такую трактовку. Ну, вот все по поводу богинь. Значит, смотрите, перед вами манси еще раз. Вагул из Ломбовоск-Пауля на реке Сосьве Ляпин. Посмотрите, волосы у него сплетены кожаными ремнями, мужики волосы не стригли. Не важно из-за чего, важно то, что смотрите, что мы видим здесь. То есть, если только этот элемент был последним засилием того, кто считает это богинями, имеющими там отношение к Востоку и так далее, то, простите, вы без этого аргумента остались окончательно. То есть, вот перед вами, я считаю, те же самые волосы и изображены здесь во-гу-вы, именно мужики. Вы спросите, смысл? Но это дальше, мы сначала разберемся, настоящие эти предметы или нет. черновский краеведческий музей взял красивые тексты Бориса Оренбурга. Я против, я ругался, не потому, что я не уважаю Оренбурга, а потому, что, наверное, нужно все-таки посетителям музея, туристам писать что-то более нейтральное и ближе материалистическое. когда они читают про богинь, Игнатьева, наверное, выступала, да, от вот, значит, имиджа, ресурсия, то получается, что мы маленько не совсем достоверную информацию приводим. То есть, я не против видеть здесь какие-то божественные и прочие элементы стилевые, да, но брать так вот тексты напрямую, они красивые, ну, не знаю, насколько это нужно как бы и правильно для музейной деятельности. Я их проматываю и мы с вами, кстати, вот этот предмет мне тоже не нравится, даже после исследования предыдущих он другой, я бы тоже его исследовал. Он у меня вызывает какие-то сомнения. Ну, теперь второе направление, более сложное. Откуда это мне пришло в голову? Ну, где-то вот тоже года полтора назад поскольку родители у меня были геологами и у меня есть, я считаю, этих людьми такой кастой мануфактуры и специфических геологов. Я, будучи по делам в горном институте, бросил такую фразу, что, эх, как бы заглянуть в глубину этого звериного стиля, узнать даже не как, а из чего он сделан. Мне сказали, да вон, пожалуйста, в соседнем кабинете. Значит, для начала гипотеза. Гипотеза сложная. Попробую объяснить потом на словах. То есть, я читать ее не буду, но хочу вам сказать. Мы перешли к изучению истории и этнографии, этнологии Пермского края, по сути, говорю словами Вернадского, через биогенную миграцию атомов. Человек, существо, которое берет из природы вещество и разными путями туда его возвращает. Значит, мы можем использовать, я акцентирую на это внимание, криминалистический метод и понять, как и каким образом они это делали и откуда они это брали. Ну, скажу вам, что то, что мы увидели внутри звериного стиля, нас, конечно, серьезно удивило. Его разнообразие, пожалуй, еще больше, чем описываться историками разнообразия этнической жизни на территории Прикамья. Это бесспорно тигель народов, но забегая вперед, хочу вам сказать, я за версию периодических этнических экспансий на территории Прикамья, причем, скорее всего, военных, здесь они соосаждались, ассимилировались, может быть, конфликтовали с местным населением, и так постепенно мы вдруг видим из глигеновцев Харинцев, из Харинцев мы видим ломоватовцев, неволенцев, вроде бы, как многие этнографы с этим не согласен, говорят, что это все предки комиков и пермяков, нет, я не согласен с этой трактовкой категорически, хотя бы только благодаря этому металлографическому исследованию, каждый раз, в чем смысл, новый стиль отливки и прежние плавильни занимались другими народами, причем никто не спрашивал у, скажем так, местного аборигена, а как ты это сделал, представьте себе, мы наблюдаем срывные процессы, и каждый раз кто-то, приходя в Пермский край, воспроизводит свою технологию, а о чем это говорит, если я не спрашиваю того, кому я пришел жить, пусть даже без спроса, я не использую его достижения, ну, простите, значит, возможно, я его либо вытеснил, либо убил, и так далее, и такое вот, эти рубежи, смены археологических культур, они в том числе видны вот в этих вот металлографических процессах, и это, в общем, подтверждает, это, ничего мы тут не открыли, то, что говорят историки. Что такое археоминерология? Ну, если бы вы видели геологов, я звал Чайковского, но вот он стесняется очень, я честно вам скажу, я тоже не хотел идти, потому что мы не популяризируем это дело, мы тихонечко клепаем ваковские статьи, даже не для чего, потому что в зачет докторской, там, если я когда-нибудь до этого доживу, мне не пойдет, мне просто интересно, что называется истина, вы бы видели, как работают геологи, я им говорю, вы представляете, у вас предмет звериного стиля, там, вот это, вот это, они говорят, прекрати, мы видим там химические элементы, минерализацию и все остальное, я говорю, так это же, они говорят, сказки оставь себе, описание там про ящеров тоже, они видят в этих предметах, приготовьтесь, даже уже, уже, не металлические предметы, а минерализованные отливки, то есть, ребята, это все вернулось, по сути, как минерал, только антромбоморфный минерал, вот она, теория биосферы, обратно в природу, вот так, сейчас вы это увидите на специальных там графиках и так далее, что такое архиминерология, ну, говорят, этому направлению примерно лет 20, когда к археологам на помощь приходит техника, раньше ее не было, поэтому я не хочу выступать в роли такого умника, пришел, значит, всех историков наругал, у историков не было такого оборудования, и в России оно появилось, ну, каких-то лет 10-20 назад, причем, я, когда разговариваю с геологами, и там написано Oxford Technology, я говорю, ребята, скажите, вот глядя на такую технику, мы действительно отстали от Запада, и говорят, парень навсегда, потому что вещь не занимает больше, чуть больше настольного компьютера, но она позволяет заглянуть в прошлое и понять технологию, состав металла, и так далее. Конечно, у историков не было такого инструмента, я призываю к сотрудничеству, давайте вместе будем это делать, думать там, и прочее, правда, это дело дорогое. Значит, метод исследования уже, так называемый, электронно-микрозондовый анализ. Тут уже, ребята, знаете, ничего не попишешь, и не подумаешь, и не поразмышляешь, и бобров ящерами не сделаешь. Я специально вам показываю, что использовалось, значит, был сканирующий электронный микроскоп, вот, Oxford Instruments, и так далее, если кому-то надо, даже номер техники, там, в Бакарской статье все это есть. Значит, вот два лаборанта, которые, в общем-то, заглянули вглубь веков. Как работает прибор? То есть, вот, несколько слов об этом. мы не портим предметы звериного стиля, совсем. Значит, аппарат представляет свое упрощенно, но интересно, поверьте мне, камеру, герметичную, куда помещается предмет, причем, чем дороже аппарат, тем больше камера. Все, что у нас есть в Перми, это половинка пятого формата. Вот эти предметы богини у нас влезали с трудом, что называется, ноги торчали. Вот. Дальше все просто. С обратной стороны предмета делается микрососкоп, если хотите, там, 3 на 3 миллиметра, даже меньше. Патина только снимается. Скальпелем так раз, тихонечко. С обратной стороны предмету ничего не делается. Я думаю, меня здесь никто из историков и археологов ругать не будет. Мы ничего не портим. Будете, да? Ага. Вот. Затем там наводится прицел на это дело и вводится разряд, электрический разряд, пучок, не плазма, а просто бьет в этот предмет, предварительно откачивается воздух, чтобы воздух не воспламенился. Закачивается азот из баллона. По закачке азота мы наблюдали очень интересные вещи. Смысл в чем? Заранее хочу сказать. Если предмет не поддельный и древний, и чем он древнее, тем сложнее закачивается азот. Иногда нужно ждать целые сутки. Представьте себе. Суть в чем? Это уже, повторяю, не предметы звериного стиля, это просто уже минерализованные отливки. Патина настолько мощная, что хранящийся и продолжающий окислять ее воздух он с трудом, он атомарный, он не замещается азотом. Но мы размышляли, я предлагал свои глупые идеи, нельзя ли из этого сделать метод определения возраста. Нет, нельзя. Ну, можно подумать о сложной формуле, методике. Хочу вам сказать только одно, что так просто для информации, что возраст, к сожалению, звериного стиля мы узнать не можем, в нем нет органики для радиоуглеродного метода. Вот это, я думаю, самая главная печаль, когда одни и те же предметы в разной литературе тактуются по-разному. Ну, понятно, что по сопутке так называемый, но вот грустно, было бы хорошо. Так вот, откачивается воздух, замещается азотом, электрический разряд и микроиспарение металла, вы даже не увидите, куда попали вот эти предметы, куда попал этот вот разряд. газоанализаторы сразу забирают и мы, ну, с большой долей вероятности, более 90% знаем, из чего сделан предмет. То есть, до сотых долей вот в этом плане. Значит, смотрите, мы научились определять подделки. Сегодня будет рассказ о подделках. я сразу забегая вперед хочу сказать, что я не коллекционирую звериный стиль, я его не покупаю, не обмениваю и так далее. В основном все по официальным линиям вот бралось из музеев, повторяя, как работник культуры, считая, что имею на это право и ничего страшного здесь не происходит. Потом предметы возвращаются на место в коллекцию. Так вот, в процессе исследований нам попался предмет, который по мгновенной откачке азота показал, что он подделен. Но 10 из 10 так грубо экспертов, которые разбираются, мне сказали, что это подлинник визуально. То есть к чему это я? Я ни на что не намекаю, я предлагаю музейщикам не волноваться, но теперь хочу сказать следующее. Теперь все по-другому. То есть все музейные коллекции, все частные коллекции были до этого исследования и после. То есть по сути коллекционер, ну музей в меньшей степени не может быть уверен, что это тот самый предмет, если ему об этом скажут 100 экспертов. Пока мы не посмотрим его на металлографе. То есть очень многие люди, которые думали, что они владеют теми самыми вещами, я не буду говорить какими способами. Эти вещи с большой долей вероятностью могут быть ненастоящими. Значит определяется химический состав сплава и его минерализация. Технологии изготовления с большой долей вероятностью, но скорее не этому способу, а то, как мы видим, что делалось с предметом. Возраст мы не определяем, повторяю, но повторяю, по скорости откачки азота, вот исследованный предмет, который в Черновском музее за глаза называют дьяволом, он датируется первым-третьим веком нашей эры, вы его увидите сейчас в фотографии, но азот мы откачивали с большим трудом, и там даже, вот кому это нравится, там был элемент мистики, мы вам о нем расскажем. Значит, несколько вводных для начала. в основе звериного стиля самородная медь, которая в больших количествах встречается в пермских песчаниках, в том числе пермского геологического периода. Вот такая удивительная взаимосвязь между пермским периодом, геологией, литологией того времени и этими веществами, которые человек древности начал использовать для изготовления художественных предметов. Но для сплава бронзы нужно еще олова. Понимаете, мы сейчас не будем рассуждать о процентных соотношениях, не собираюсь этого никого мучить, тем более, что дальше будут еще всякие графики. Но чтобы отливать бронзовые предметы, нужна не случайная поставка олова, а тут две версии. Либо эти предметы пришли с этими людьми на территорию края, либо были стабильные поставки олова, если хотите касситеритовые пути, такая версия есть, на территорию Пермского края в места проживания этих товарищей. Регулярные поставки. Ну, либо они вторично переплавляли какие-то предметы, но при отсутствии вот этого вы не получите бронзу. Но тут тоже во многих книгах историков написано визуальным методом бронзовая отливка, она на самом деле медная. А где написано медная, она оказалась бронзовая. Вот опять тоже. Места рождений олова в Пермском крае нет и никогда не будет. Никогда. То есть, это уже современная диалогия, фоциальные методы и так далее. То есть, не то, что мы не нашли, а древнее знали, а нету и не будет. Понятно, да? Поэтому этническая история при Каме с одной стороны выглядит как диффузионизм периодически и в то же время изоляционизм. то есть, которые здесь оставались, они, безусловно, погружались в эту Пермскость, тайгу, в эту всю природу, биоциноз и прочее. Ну вот, сейчас перейдем к химическому составу и процентов. Я попрошу там оператора на ноутбуке включить первый Word-овский файл. Сейчас мы презентацию свернем. Немножко посмотрим на эти графики. Они достаточно мутные с научной точки зрения, но я постараюсь как-то попроще вам объяснить. Значит, ну вот, один из предметов это просто капля. Медная капля, зачищенная, вот посмотрите, здесь вот с правой стороны. На самом деле она маленькая, там чуть больше сантиметра в диаметре. Значит, что мы видим? Это чистая медь, но чтобы вы поняли, почему я говорю про минералы. Посмотрите, вот, оксид меди и малахита. Древние предметы уже давно не металлические. У них внутри в структуре медь пошла в малахит. И к чему это привело? Это привело к тому, что многие древние предметы, если случайно уронить, они просто рассыплются. Ну, просто в пыль, по большому счету. Так вот, те подельщики, которые работают у нас в Пермском крае, такие есть, я не знаю, кто это, большинство сувенирщиков, но, судя по всему, мы что-то такое нашли, я не знаю. Эти люди изучили химический состав, возможно, с помощью такого же оборудования, но вот такую структуру они никогда не сделают. То есть, если предмету 100, даже 200, даже если это теплоуховская какая-то отливка, вот такой структуры, по сути, минерализованной, вы никогда не увидите. вот так можно со стопроцентной вероятностью определить, подделка это или нет. Давайте следующий слайд. Не слайд, а вордовский файл номер 2. Этот можно закрыть. вот брак, скорее всего, это полая прониска, была в виде медведя. Ну, когда все это начиналось, как бы была опаска, там, красивые, настоящие предметы, трогать там и так далее, мне еще метод был незнаком, но здесь вот тоже, посмотрите, все, что осталось от древней отливки, это вот эти участки. По сути, бронза распалась уже химически отдельно на олово и на медь минерализованную. Можно вниз промотать, может там что-нибудь есть интересное. Вордовский файл промотать. Ну, вот такие структуры. Тут давайте посмотрим сразу проценты. Значит, медь 83%, олова 16%. Но, если хотите, так грубо, это настоящая алтайская бронза, по большому счету. И случайно ее изобрести в таком химическом эквиваленте нельзя. Ну, какие дальнейшие шаги? Надо проверять тогда, исследовать на алтая предметы похожие той же эпохи. И тогда, может быть, мы узнаем, кто это был у нас в гостях или пришел и остался случайно навсегда там и так далее. То есть, и еще момент. Если многие думают, что предметы звериного стиля, мне один человек рассказывал, с разными людьми приходится общаться, что якобы металл плавили женщины. Вот исключительно женщины. Я не знаю. То есть, мы этого здесь не определим, но я хочу сказать, что нам с вами сейчас поставь горшки с веществом и даже вам подписав, где олова, где медь там и так далее. я думаю, что у многих из нас, у 90% не получится подобрать шахту перед плавкой, чтобы потом мы получили вот такой процент. Ну да, экспериментально, но что вы думаете, у похожих стилистических предметов количество соотношения металла редко превышает плюс-минус один процент. То есть, можем долго говорить, что они там делали это с бубном, они там были такие глубокие архаики. Нет, это не инопланетное знание, это опыт, но опыт потрясающий в том плане, что эти люди умели, были настоящими металлургами. Кстати, это говорит еще об одном. При Камье в этом плане, ну здесь тоже никакое не открытие, но этот метод подтверждает, один из древнейших центров Евразии металлургических, причем, ну что можно назвать со своими какими-то опытами изысками, составами сплавов и так далее. То есть, мы здесь опять можем смело говорить, что мы здесь номер один и это можно использовать и в культурологии, и в туризме и прочее. Вот. Давайте следующий слайд. Ну вот, она, та самая собака-головая утка. Вот, можно ниже. Посмотрите, вот левый слайд показывает, по сути, эта вещь уже не металлическая, она уже каменная. Это говорит об ее древности, если его ранить, она рассыплется, и вот здесь реликтовое выделение бронзы на фолием вторичных масс, там и так далее. Можно обратно к фигурке вернуться, я сразу скажу о технологии. Значит, общение со специалистами показало, что это литье по выплавляемым моделям методом выплескивания. Ну, мы не можем сказать это со стопроцентной вероятностью, но возможно. Значит, смотрите, форма, скорее всего, была восковая, затем она обмазывалась каким-то фукировочным огнеуборным составом, настолько нежным и тонким, что повторялись все изгибы вот этой восковой фигурки, затем, для того, чтобы образовывалась полая ось, видимо, вставлялся какой-то стержень или то, что не плавится, но потом легко выбивается после нагрева. Дальше вот эта обмазка помещалась в более мощный объем глины, если хотите, оставляя литник. И только потом туда заливалась оловянистая бронза, причем содержание олова было таким, что, во-первых, на предметы, если скажем, назовем это украшением, олова шло больше, чтобы был более такой серебряный блеск, а вот когда предметы были технического назначения, олова было меньше, чтобы сплав был тверже, то есть они играли еще этими составляющими. Но самое главное, вот эта часть, вот в этом месте, конец клюва, он в форме тупой, понимаете, там он внутри, значит, нужно залить бронзу в предварительно прогретую форму и тут же ее выплеснуть. не знаю, я не пробовал, нет у меня такого интереса, но хочу сказать, что среди вот таких предметов полых, значит, ну, если хотите, я невеликий специалист, я только учусь харинской культуры, да, ближе, подделок среди них нет, это архи сложно. Я думаю, что здесь можно поспорить с профессором Спицыным, самый золотой век, золотой век, на мой взгляд, харинский, потому что это величайшее литейное искусство тогда для того времени, для всей Евразии, чтобы сделать такую вещь. Почему зубы? Если не будет вот здесь перемычки, это и так форму утыкается, а еще не будет вот перемычки, то, скорее всего, у вас металл не прольется и будет брак. То есть эта штука будет каждый раз получаться без морды. Понимаете? Для этого зубы. Зубы. Все. Вот такая технологическая версия. Давайте следующий мордовский файл. Вот она такая шумящая подвеска. Фотография просто взята из книжки. У нас, что называется, был фрагмент, не музейный экспонат, вот такой. Но посмотрите, здесь уже видно, что вещь более плотная. То есть родановское время, если она оттуда, это близко к нам. И, соответственно, посмотрите, на сплаве нет никаких сильных минерализаций и все остальное. На что я хочу обратить ваше внимание. Значит, можно еще предмет обратно показать. Значит, здесь посмотрите, такой узор как бы из проволоки. долго ломали голову, как мог быть сделан этот предмет. Версия такова. Сначала из тонкой проволоки, которую тянули, плели вот такие нити. затем все это создавалось в отдельный рисунок, а потом обливалось, если хотите, но геологи сказали, самое классное здесь взять и паяльную лампу применить. То есть взять и облить вот эти нити оловяна с содержащим сплавом, в общем, спаять его. Вот представьте себе, какая металлургическая культура. Что они использовали, не имея паяльную лампу, остается только гадать. Очень интересно. Это из печи надо выводить, я не знаю, там какой-нибудь глиняный рукав, может быть, из него дуть, как-то делать там и так далее. Вот. Но здесь еще интересный момент. Вот посмотрите, эти звенья отлиты неразъемными. Есть предметы, которые радановские, где звенья согнуты просто из проволоки и все. А вот это очень интересный предмет, потому что каждый раз приходилось, видимо, приставлять форму и отливать, скажем, по четыре звена, по пять тут, каждого ряда. Но и это еще не все. Вот Миносян из Эрмитажа считает, что, видите, вот тут вот с краешков такие пупырышки торчат, вот особенно вот слева виден. Это так называемый литник. Диаметр вот этих цепочек около миллиметра. но они литые. Значит, Миносян не знает, как это было сделано, и он считает, что при современных делах это надо было взять и лить под давлением. У него пока какие-то размышления, может, они какие-то травы сжигали, там, создавали это давление, чтобы металл-то продавился в форму вот в эти литники маленькие, чтобы он там протек. бронза на самом деле меняется вязкость от количества олова, но это такой сплав-то хитрый достаточно, им надо уметь обращаться. Как это было сделано, не знает все равно никто. То есть, тут не загадка, тут надо просто подумать над технологией, вот, но, тем не менее, давайте дальше. Следующий вордовский файл. Значит, здесь просто фотографии с книжки, у нас такого предмета не было, но остановите на нем. Тут интересный момент, видите, отверстие? Это брак литейный, недолив, и он как раз и подтверждает версию литья методом выплескивания. То есть, не пролился металл, и этот брак достаточно типичен для вот этих полых предметов. Это очень интересно, но это доказывает их как бы способ производства. Давайте дальше. Еще вордовский файл там вот этот кусок не знаем чего. Есть версия, что какого-то котла, есть версия, что это обломок кельта. Вот. Можно вниз промотать, там химия будет прописана. что интересно нам в этом исследовании. Тут не подписано, но этот кельт, если это кельт, он полый, он лился в форму, и это могло быть, например, ананинское время. Это до нашей эры, представьте себе. Но на поверхности, в патине, в окислах, обнаружено значительное содержание железа. Если это то время, если это ананинская культура, то мысль пока только одна. Не был ли в форме отлит железный кельт, ну, что называется, военного назначения. Ну, то есть, уже такой конкретный, не ритуальный, а конкретный. Я пока ничего не могу по этому поводу сказать, это версия. Но в патине много железа в наружной, которую изделие могло взять от формы, а если вы скажете, что лежало в болоте, нет, это не коллоидное железо, это другое, то есть, оно в патине. Не знаю, вот просто пока как факт. Обратно просит профессор Белавин, можно вниз опустить. Ну, вот хорошая поправка, что это гумское время. Давайте следующий вордовский слайд. Нет, вордовский, поэтому закройте там, этот у нас номер какой? Там еще какой-нибудь есть? Давайте общую химическую, да, давайте ее. Значит, ну вот, это было одно из первых исследований, можно так вот доверха чуть-чуть приподнять, сначала вот обломок литника, капля первая. Значит, в литературе можно прочитать, что древние якобы добавляли мышьяк для понижения температуры плавления. Да, мышьяк обнаружен, но мы считаем, что древние об этом не знали, об этой химии, но это было, видимо, очень вредно, жили они недолго, скорее всего, из-за дыхания вот этих паров, но мышьяк в своем процентном содержании идет, скорее всего, что называется, примеси, о которой они не знали, которая характерна при плавке меди. Значит, но вот обломок чего-то там, который только что говорили, железосодержащая медь, вот именно так ее трактуют. Почему, откуда железо, повторяю, не знаю, надо думать. Вот, и смотрите, какая температура плавления была для сплава, больше тысяч градусов. Напоминаю вам, что свинец на плите можно расплавить там уже при двухстах градусах, а тут тысячу градусов. В костре вы такого не сделаете. То есть, это вот знание печей, скорее всего, надув, нужно было подавать воздух, хотя бы мехами качать. В общем, технология, что называется, во всей красе. Медведь, значит, это двухфазная бронза оказалась. И смотрите, что интересно, мы обнаружили. Серебро до 3%. Значит, 3% это уже не случайный химический состав, абсолютно. мы полагаем, мы полагаем, что древние из-за нехватки олова добавляли туда восточное серебро. Монеты, может быть, блюда иранские и так далее. Но, в общем, плавщик понимал, что олова ему в шахте недостаточно, скорее всего, плавил монеты. Что-нибудь в таком духе. Вот. Значит, по поводу утки, дано, действительно, в виде мышьяка около 0, 0,5%. Вот. Подвеска Родановская, посмотрите, 800 градусов. Значит, и с кинжалом, что получилось, посмотрите, нож лезвия металлический, он оказался уже цементит, по сути, это чугун ферм-3С, но температура половления 1250 градусов. Либо эта вещь была сделана на территории Прикамья, либо она была сделана здесь. Ну, тогда это супертехнология. Ну, попробуйте завести такую температуру, да еще и сделать металлическое лезвие. то, что интересно, в рукоятке процентное содержание улова меньше, чтобы она была прочнее в бронзе, потому что лезвие же может выломать как бы это все. Так, там еще должен быть вордовский файл, по-моему. Давайте его еще откроем. Ну, вот здесь показаны опять вот эти все отливки. Здесь уже в таблицу сведены вот эти все проценты. Интересно, что вот, поэтому гунская или какой вот вещь, кельф, ну, как хотите. Здесь треугольник показывает слева мышьяк, справа железо, сверху медь. И вот тут показано, что медь в капле, вот она близка, в общем-то, к чистой меди. Я думаю, что все плоские отливки, всякие человека, лоси и так далее, ну, скажем, предварительно гляденовского периода, это вещи как раз сделанные из чистой меди, про них нельзя писать в книгах, на фотографиях, что они бронзовые. Плоская отливка односторонняя. А вот другие вещи, видите, содержат как бы уже введение, вот видите, железо показывает достаточно, посмотрите, вот на этом осколке почти 2%. Ну, это какое-то реликтовое загрязнение, у меня пока нет этому трактовок, у геологов тоже. Может, у кого-то есть версию, скажете. Можно там вниз промотать еще, есть там что-нибудь. Ну, вот здесь еще химия, как бы все это показано там и так далее. Можно дальше, ниже. Вот интересный график, кстати, по всем исследуемым предметам. Значит, по вертикали у нас олово, по горизонтали у нас медь. И вот здесь подписаны предметы такими символическими значками. И здесь можно четко проследить, когда, например, вот эта подвеска, она находится вот здесь, по сплаву. Когда вещь, наверное, для каких-то, ну, праздничных целей, я не знаю, для красоты, она вот такая, в ней некий баланс олова, чтобы вот, видимо, она была больше под серебротом, я не знаю, о чем они думали. А, значит, другие вещи уходят как бы вот сюда. И об этом говорит, что, повторяю, многие следующие культуры, они друг друга как бы не повторяли. Но в этом исследовании мы не делаем параллели, что вот исследованный предмет, химсостав и дальше археологическая культура. Мы вот следующего шага не делаем, пусть это сделают историки. Все, вордовский файл можно закрывать. И давайте пойдем дальше по презентации. Устали уже, да? Я сейчас, нам немного осталось. уникальнее, чем в других регионах Евразии в это же время, но тем не менее, я думаю, что при Каме и в этом плане можно позиционировать. Ну, о браке и недоливках я говорил. Значит, какие технологии литья пока констатируются? Ну, это точное литье. Представьте, если, предположим, плоские односторонние отливки считаются одним из самых примитивных, скажем, по сравнению с объемными, то они все-таки нужно же было в форме, в качестве негатива все это выцарапать. Представьте себе, это надо было видеть, этот предмет как бы заранее и изготовить его. Ну, затем выплавляем модель, литье под выплесканием, между какими-то технологиями можно ставить плюсы, то есть одна без другой не существует. Есть микролитье и вот паяльная лампа в кавычках, то есть когда предмет собирали, его потом еще нагревали, чтобы он спаялся между собой. Но это ближе вот уже к окончанию звериного стиля. Вот. Значит, булгарские отливки смотрели тоже, но это не к этой вещи, но у булгар технология в разы сложнее, там появляются так называемые скань, зернь и даже ну вот среди монет например встречались такие вещи, как булгары видимо обманывали местных. Монетоподобные лепешечка отливалась уже с отверстиями, это другое исследование, как бы и потом обмакивалась в олово или в серебро. Вот один из методов там проверять монету на зуб, там или сгибать ее и так далее. Потому что очевидно, что булгары были в самой Булгарии похожи большими хитрованами и умельцами конечно в этом деле, но там весь Ближний Восток, Средний Азин на эту технологию работал, но и время это уже достаточно позднее в каком-то смысле. Значит классификация предварительная, мы на нее как бы не претендуем, это просто некое промежуточное размышление. Теперь о подделках. Значит я еще раз говорю, что я там со всякими нехорошими людьми не икшаюсь как бы вот и сам этим не занимаюсь, но бывали случаи, когда предметы попадали там совершенно случайно. Значит вот предметы, которые мы будем говорить дальше, мне принес студент, к сожалению уже покойный, несчастный случай. Вот на мой вопрос где взял, он сказал где надо. То есть все, ну не хочет человек говорить, но я повторяю, меня никогда не интересовало, где это можно купить, выкопать и так далее. Я считаю себя белым ученым, это не мое. Значит я не знаю, что думал парень, может он думал, что это оригинал, но это оказалась подделка. Причем подделка выполнена на высочайшем технологическом уровне. Продолжение следует...